Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.at.info. Перед нами Sony Xperia 5 Mark III и в этом видеоролике мы посмотрим на характеристики этого телефона. Что здесь по его размерам? Телефон довольно-таки необычный, потому что здесь необычное соотношение сторон. Телефон довольно-таки длинный, его ширина 6,8 см, длина или же высота 15,7 см, а толщина 8,2 мм. Телефон весит 170 грамм, довольно-таки легенький, доступен в двух цветах, это черный и зеленый. У меня он черного цвета, выглядит примерно вот таким вот образом. Телефон сделан из алюминия и стекла. Здесь у нас доступны две сим-карты, очень много мобильных сетей, также присутствует 5G, как вы видите, то бишь с 5G проблем не будет, если вам пригодится. Здесь доступен нормальный 11-й Android процессор Snapdragon 888 с максимальной частотой 2,84 ГГц, 64-битный процессор, 8 ядер, это все понятно-понятно. На этом зацикливаться сильно не будем. Здесь есть две версии на 128 и на 256 гигов памяти, у меня сейчас на 128, у нас также здесь есть довольно-таки хороший экран, диагональ 6,1 дюйма, соотношение сторон 2, очень странное соотношение сторон, 2, 3, 3, 3, и там троечки до бесконечности к одному. Очень необычно, потому что обычно сейчас телефоны, ну там, не знаю, 9 к 19 и что-то такое, к примеру, посмотрите, вот мой Xiaomi, выглядит вот таким вот образом, и он намного шире, чем наш Sony, но в принципе телефон выглядит довольно-таки приятно. Также у нас здесь плотность пикселей 449 пикселей на дюйм, довольно-таки качественный экран, но экран занимает всего лишь 81% поверхности на всего, то есть экран занимает 81% поверхности всей передней панели, то есть видите, очень большие рамки по углам, это довольно-таки большой минус. Что здесь есть еще? Здесь очень много датчиков в телефоне, на них даже зацикливаться не будем, камера здесь задняя с фокусным расстоянием 2,44 дюйма, рассматривает на 82 градуса, не знаю, даст ли вам это что-то. Мегапикселя может записывать видео в 12, точнее делать фото в 12-19 мегапикселей, а записывать видео в 8-29 мегапикселей, доступно только 30 кадров в секунду, 60 кадров, к сожалению. Нет, селфи-камера здесь тоже довольно-таки неплохая, делает фото в 8 мегапикселей, а видео в 2 мегапикселя. Что здесь по аудио? Здесь у нас есть хорошие стереодинамики, можно подключить наушники, я думаю, это и так понятно, плюс здесь есть громкоговоритель, все, что нужно для GPS, здесь доступны все новенькие Wi-Fi, версия новая Bluetooth 5.2, Bluetooth работает очень даже хорошо. Зарядка здесь Type-C, поддерживает 3.1, то бишь новые поколения Type-C с быстрой зарядкой, быстрой передачей файлов. Здесь есть разъем для наушников, кстати, где он находится, вот у нас на верхней части нашего экрана находится 3,5-миллиметровый миниджек, что даже очень необычно. Обычно сейчас из телефонов все убирают разъем для наушников, я думаю, это мы пропустим, это мы пропустим. Тоже интересный пункт, это аккумулятор, здесь аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампера часов, телефона спокойно хватает на несколько дней использования, если вы прям активно пользуетесь телефоном, как я, что вы прям все время в нем сидите, тогда вам хватит вашего телефона, ну, на сутки точно, чтобы от утра до вечера он протянул. Больше видео об этом устройстве вы можете посмотреть у нас на канале, а если у вас остались какие-то вопросы, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего доброго, до свидания!